всем здравствуйте я всех приветствую на своем канале своих любимых дорогих подписчиц это действительно будет расклад только для женщин и тема этого расклада родить ребенка мне или нет хотя не знаю дурацкий конечно вопрос родить или нет естественно что рожать конечно и многие те кто ко мне обращаются иногда с такими вопросами родить мне не родить мне я конечно всегда говорю да однозначно да потому что ребенок для женщины это счастье что бы ни случилось ребенок всегда останется с мамой и ты в любом случае ты можешь всегда себя чувствовать что ты состоялась как женщина ты поняла ты почувствовала смысл жизни и что это такое вообще материнство тем более почему я об этом говорю я сама кушер по образованию я в жизни в практике видела столько смертей столько радости столько всего что связано с материнством поэтому мне эта тема очень близко и сейчас когда уже на данный момент я работаю с людьми и помогаю в помощи и просматриваю ситуацию у меня были моменты когда я просто своих женщин до вытаскивалась гинекологического кресла просто заставляла вставать и уходить домой и нормально рожать вынашивать ребенка ладно сейчас не об этом здесь перед вами шесть карт здесь шесть дам вам нужно выбрать себя себя одну посмотрите чисто интуитивно кто вы почувствуете сердцем и мы сейчас будем все смотреть ну немножко вам помогу это первая карта это вторая это третья это четвертая это пятая и шестая карта здесь шесть дам выбирайте себя и будем смотреть и так выбрали первая дома первая карта это дома пентаклей но вы достаточно спокойные уравновешены возможно знак зодиак у вас земной это телец козерог дева вы вы четко для себя определить что вы хотите иметь ребенка и именно когда итак первый вопрос можете ли вы вообще иметь ребенка вы знаете вам нужна помощь это помощь медицинского характера потому что вы нуждаетесь в этом возможно у вас есть воспаление возможно у вас есть какие-то сбои в гормональном плане может быть еще что то вам вам нужна помощь и если вы обратитесь медицинское учреждение врачу хорошему пусть вас посмотрит пусть вам назначит лечение только тогда сможете забеременеть вообще получится ли у вас забеременеть да так смотрите я так понимаю что у вас проблемы идут по женской линии это тянется скорее всего от прабабушки наверное бабушки до от мамы и к вам но эту проблему решить можно еще у меня такое ощущение что у вас по роду есть какое-то магическое воздействие на то что вы не то что бесплодны были а то чтобы не так легко у вас получилось родить ребенка понимаете это надо чистить это надо чистить вас надо чистить вашу карму но в принципе я не хочу пугать не хочу пугать я всегда и всего могу сказать что есть выход и здесь тоже есть выход забеременеть можно было бы желание в этом что-то изменить и себя поменять и обратиться куда надо за помощью как будет проходить ваша беременность если вы забеременеете ну вы знаете не так быстро отец терпеливо спокойно выжидая может быть там легкий токсикоз или что-то может быть придется лежать может быть вас возьмут на сохранение или еще что-то да то есть беременность будет тихо спокойно плавно нормально как у вас будут проходить роды сами роды но здесь нужно будет помощь однозначно и еще это же так скажу вам возьмите клинику платную заплатите деньги чтобы вас приняли хорошо именно роды что принимали хорошо хороший врач я не знаю дайте взятку или еще что-то но попросите просто если какой-то например знакомая женщина или врач акушер гинеколог кстати мужчины врачи акушер гинеколог эти всегда потрясающие я работал с многими это такие ювелиры никогда не стесняйтесь идти к врачу гинекологу это потрясающие мужчины то есть врачи и так можно просто попросить о помощи или вот знаете заплатить и знать быть спокойны дальше какой же будет итог до всего этого вот рождение ребенка какой же итог конечно ну итог будет хороший у вас все получится вы совсем справитесь как бы тяжело ни было у вас все получится и вы будете знаете ребенок у вас будет очень хорошей возможно сильная личность родиться с хорошей защитой мощный такой будет знаете я не могу сказать это будет мальчик или будет девочка может быть мальчик тоже но это даже не важно факт в том что ребенок будет очень здоровый очень мощный очень сильный такой возможно знак зодиак овен родиться в этот период все может быть так что все будет хорошо не волнуйтесь главное начать дальше кто загадал вторую карту вторая королева ну здесь императрица а императрица у меня уже у нее все прекрасно со здоровьем она может родить детей даже хоть двойню но сейчас все посмотрим так можете ли вы вообще в принципе родить принципе да да родить вы можете если захотите конечно можете так получится ли у вас забеременеть да еще как запросто тут же моментом если вы планируете если вы хотите я могу тоже сказать все кто планирует сейчас до конца августа забеременеть я вам говорю сто процентов получится получится и вообще у вас может все получится то есть и дальше уже если вы хоть к новому году забеременеть если вы планируете пожалуйста получится как будто как будет проходить ваша беременность ну очень хорошо силы вас есть здоровье все у вас все хорошо выносите ребенка будет все хорошо не волнуйтесь я просто долго говорить не хочу потому что я и так увижу вижу что все будет прям вот как надо как пройдут роды ну и роду тоже будут проходить хорошо активненько так знаете род разрешение будет и все будет хорошо и врач будет рядом какой же будет итог но итог то же самое это врач врач рядом выра вы родите хорошо и скорее всего мужчина у вас будет роды принимать кушер гинеколог скорее всего будет врач мужчина так то загадал третью королеву третью карту но здесь а жрица старший аркан кто загадал третью карту скорее всего вы ведьм очка вы знаете очень редко кто из ведьм имея детей потому что сила всегда берет плату и плату берет серьезное виде семьи мужа детей и всего остального и так можете ли вы иметь ребенка ну вот я же говорю плату берет сила слезы печаль но я не хочу так устрашать просто я всегда еще выход из положения потому что я чувствую я знаю что он есть было бы желание понимаете из этого положения тоже можно выйти собраться силами вообще поговорить со своей силой которая вас держит которая не дает вам знаете чтобы вы имели ребенка просто поговорить найдите компромисс они тоже все слышит и понимают пообещайте что-нибудь другое и пусть они взамен дадут вам ребенка потому что так вот как сейчас это слезы вы переживаете вы страдаете за того что вы не можете иметь ребенка не получается получится ли у вас забеременеть да получится забеременеть можете я же говорю надо договориться надо попросить узнать я не знаю сходите в церковь или если вы мусульманка попросите молду пусть он почитает ссоры и специальные в церкви очень хорошо матренушка помогает поставьте просто свечку себе за здравие и матренушка просто только от души если пойдете просто так для галочки ходить туда не ничего туда это не получится ничего здесь нужно идти с чистым сердцем и просить матренушку в слезах еще богородица тоже очень хорошо помогает заступница вообще на всех женщин она всегда слышит здесь тоже можно попросить о помощи забереметь вы можете просто скорее всего разрешения нет на это у вас или как-то не получается как будет проходить ваша беременность вы знаете вы должны будете отдыхать просто отдыхать ничего не делать может быть постоянно лежать беречь себя может быть это будет сохранение понимаете когда тебя ложат больницу например первый там три четыре шесть месяца должна просто лежать там кушать витамины отдыхать там капельницы иногда да там там подключаю тебя глюкозу какие-нибудь витаминчики коля то есть такое состояние спокойное без стрессовое это должна вынести хорошо ребеночек это вот эта ситуация так как же будут проходить сами роды народа будут проходить хорошо такое ощущение как будто знаете та же сама высшая сила наверное будет вам в этом помогать наверное вы ее просто будете произвать просто потому что такие моменты знаете здесь уже как кого угодно вспомнишь когда начинается именно схватки поэтому да да и еще знаете но я скажу как я чувствую не пейте много воды чтобы нога воде не было у вас но это потом это не сейчас об этом говорить так какой же итог у вас будет всего этого итог будет хороший может быть вы тоже сына родите и скорее всего врач у вас тоже будет наверно мужчина кто будет роды принимать вот такой мужчина очень активный будет хорошо с вами работать он карьерист мужчина хороший врач он все знает дело свое знает так что не волнуйтесь не будь роды пройдут хорошо дальше четвертая дама кто загадал четвертую карту новые дома скорее всего воздушного знака зодиак такая активная до стремительная если чего-то решили то идете вперед и так можете ли вы родить ребенка так я думаю что нет нет есть какие-то проблемы по здоровью у вас может быть у вас уже были выкидыши ли аборты или еще что то здесь нужно обратить на себя внимание на свое здоровье надо подлечить себя врач нужен вам хороший гинеколог получится ли у вас забеременеть вообще но здесь страхи мы боимся но опять же чего бояться не надо бояться убирайте эти все страхи вы себе навыдумывали того что может быть у вас вообще никогда не будет ребенка или еще что-то ерунда было бы желание в мире вообще такие чудеса происходят надо верить в это и не бояться и не накручивать себя получится ли у вас забеременеть все таки все таки да видите все таки да я же говорю нужно убирать вот эти вот ваши сомнения боязнь чего-то не выдумывайте все может быть все может случиться и беременность тоже может наступить было бы желание было бы сильное хотенье идите вперед только ничего не бойтесь как будет проходить ваша беременность но вы такая знаете будете ох не подойди ко мне я сама все знаю что мне кушать когда мне спать и режим свой я тоже знаю никого себе подпускать не будете ни домой не в себя они со своей не кого-то со своими советами будете знаете себя прямо оберегать как будут проходить ваши роды ну неплохо хорошо хорошо да эмоционально ну знаете такие приятные эмоции как-то ребенок рождается я сколько видела этих женщин все плачут от радости так что это эмоциональность это это нормально роды пройдут хорошо какой же будет у вас итог но итог будет такой же знаете прям ух у меня все должно быть круче всех может быть у вас и малыш и родиться с большим весом такой знаете крупненький на всех не похожий такой вот вот что-то такое может быть то есть знаете как будто вы лучше всех будете как-то вот посоревнуетесь еще у кого лучше у кого какие роды были а вот у меня такой вот ребенок красивый лучше всех побольше как-то так дальше а кто загадал пятую даму пятую карту но здесь дома кубков мягкая нежная теплая женщина а знака водного знака до зодиак это рыбарок скорпионы можете ли вы родить ребенка принципе конечно это уже детская карта это шестерка кубков да да естественно вы уже скорее всего и готовитесь к этому уже может быть планируете тоже ближайшее время у вас к этому все идет получится ли у вас забеременеть да конечно получится мир карта я же говорю уже совсем вы находитесь уже в таком периоде когда один цикл вашей жизни уже заканчивается и вот-вот скоро вы сейчас на рубеже на границе находитесь и переходов того что скоро вы уже забеременеть мало вам осталось я не могу сказать срок но я говорю что вы находитесь на пограничной зоне сейчас один шаг вперед ступите вы уже забеременеть и то есть вы уже находитесь вот на этом может быть вы уже подлечились всего врача может быть вы уже планируете да вот как бы сами уже спланировали может быть вы перестали пить таблетки перестали предохраняться так что чуть-чуть осталось а вы скоро вообще вот понимаете да будете такая окреленные счастливы как будет проходить ваша беременность ну как конечно хорошо господи любимый человек будет о вас заботиться даже если нелюбимый кто-то рядом мама сестра хоть соседка кто-то будет с вами будет рядом с вами будет вас поддерживать помогать вам все замечательно и кстати все девять месяцев скорее всего кто-то будет рядом который вам будет помогать как будут проходить роды ваши ну рода я бы сказал не очень хорошо такое ощущение как будто знаете немножко вот как тяжело прямо уже быстрее бы разрешиться всему этому знаете вот такой щеке будет какой-то тяжестью у вас но это понятно но не очень конечно так гладкой и быстро я так сказала бы ну потерпеть придется какой же будет итог но итог итог будет быстрый вот именно родите быстро хотя вот этот период схваток у каждого по-разному там от двенадцати десяти часов и у первого родящих у 2 2 родящих там чуть быстрее ну не знаю у вас вот сам процесс он как-то уже в конце прям быстро 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 родите итог будет хороший все будет нормально так шестная карта шестая дама но здесь дома огненного знака зодиак это лев овен стрелец активная карьеристка да наверное строили карьеру а сейчас уже решили так уж пора и так можете ли вы родить ребенка можете ли вы родить ребенка так еще раз можете ли вы родить ребенка но в принципе да потому что скорее всего вы уже делали попытки раньше обращались к врачу вас смотрели может быть у вас раньше было что-то может быть выкидыши может быть аборты в принципе да вы такая знаете плодовита я бы сказала бог вам дает ребеночка получится ли у вас забеременеть ну и только планы строите вы еще пока четко не определились а вот здесь я вам сказала бы определяетесь уже хватит карьеру строить надо о возрасте задуматься я всегда говорю бабе век короткий надо все успеть сделать вовремя потому что раньше говорили что до 28 нужно все успеть до родить ребенка а сейчас уже такое время время современная медицина куда-то нас вперед уже ступила и сейчас уже после 40 можно рожать но все-таки я тоже того мнения что нужно рожать когда ты молодая а не когда ты уже после 40 или после 35 там уже сложнее просто рисков больше и так да планируйте планируйте не просто строите какие-то такие знаете иллюзии фантазии вот еще так подожду а там чуть побольше подальше так не через пару лет нет не надо сейчас спланируйте и вот уже постарайтесь ближайшее время так получится нет как будут как будет проходить ваша беременность в принципе хорошо скорее всего будете дома будете в заботе себя будете беречь а за вас будут наверно тоже заботиться как-то все будет хорошо беременность будет проходить хорошо не волнуйтесь и денег хватит и всего хватит как будут проходить роды ну и роды будут хорошо проходить солнце может быть та же двойняшку родители близнецов уже с двое 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 детей тоже могут может быть ну солнце это карта счастья старший вы шарикан самая хорошая карта солнечная у вас будет все отлично роды пройдут замечательно какой же будет итог итог это перемены ну да конечно вашу жизнь придут дети это перемена о том что вот так давно мечтали и это произойдет вот такой расклад девочки дорогие мои хорошие мои я вам всем желаю рожать детей не тут не задумываясь есть мужчина рядом нет мужчины рядом я всегда говорю мужчины это приходящие уходящие а дети остаются с нами рожайте воспитывайте детей и будьте по-женски счастливы я вам всем желаю всего хорошего удачи счастья и пусть у вас получится спасибо большое до свидания